Еще пару месяцев назад здесь не встретили бы никого. А сейчас это место наполнено детским смехом. Кто-то катается на качелях, другие играют в песочнице и скатываются с горки. Детская площадка, построенная по программе комплексного развития сельских территорий в Бердюрте, стала излюбленным местом для детей со всего села. Раньше дети играли в лесу, на улицах. Здесь развлечений для них больше не было. Сейчас взрослые могут не переживать за детей. Это замечательно. Это глаз радуется, когда ты видишь, например, на такой площадке детской. Это, конечно, не такая большая площадка, но вы видите результат. Дети радуются, они играют. У них есть место, где играть. По программе в Бердюрте, кроме детской площадки, провели освещение по улице Центральной. Эта фотография сделана после захода солнца. Вид явно преобразился. И это не весь итог реализации программы. До 2023 года здесь планируют построить несколько социально важных объектов. У нас заявлено строительство школы на 250 мест. Детский сад здесь будет где-то на 100 мест в планах. И физкультурно-оздоровительный комплекс. Также комплекс мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта существующих социальных объектов, которые есть в сельском поселении. Это амбулатория, которая здесь есть. И водопроводные сети, которые имеют серьезный износ и постоянные проблемы в селе по водоснабжению, качественному питьевому водоснабжению. И электроснабжению. Вот эти работы мы планируем. Если у нас успешно пойдет отбор на 2022 год, на 2023 год. 2022 год мы подали. Пока что по предварительным результатам у нас рассмотрение там приостановлено. Но мы на 2023 год планируем, что положительная заявка будет одобрена. Вот старая школа Бердюрта. Она рассчитана на 30 мест, а в селе около 200 школьников. С такой нагрузкой она попросту не справляется. Да и рассчитана на начальные классы. После четвертого класса детей отправляют на обучение в Несеровское. Стоит отметить, что многие жители сельских поселений не полностью понимают работу программы благоустройства сельских территорий. В ней может участвовать любое поселение страны. И она направлена на инициативу самих жителей. Чтобы благоустроить ту или иную социальную важную часть села, жители должны подавать заявки. Это может быть тротуар, это может быть детская игровая площадка, либо какой-нибудь спортивный объект типа варкал площадки. Но в пределах небольшой суммы, там относительно прошлого года объекты, это было где-то до миллиона рублей. Обязательным условием участия в этом мероприятии является привлечение собственных средств граждан, которые живут и хотят реализации этого проекта в этой местности, 30%. То есть от стоимости проекта 30% люди должны привлечь собственные средства. Очень слабо граждане участвуют в некоторых районах, в том числе и Сунжинском районе. Вот первая инициатива была у нас от главы администрации сельского поселения Бердюрт, и соответственно жители сельского поселения Бердюрт сделали вот эту небольшую детскую площадку. Но хотелось бы, чтобы более активно люди приняли участие и по Сунжинскому району, и по другим районам, и более активно начали бы реализовывать вот эти небольшие проекты, которые реально имеют важное значение для и сел, и непосредственно для жителей, которые живут в этих селах. Бердюрт также включен и в другие программы. Например, за полтора года здесь по нацпроекту построен Дом культуры. А по программе «Комфортная городская среда» открыли мини-футбольную площадку. И это не все. Также мы в текущем году выиграли конкурс онлайн-голосований, было по всей России. Выиграли тоже «Комфортная городская среда», это «Аллея зоны отдыха». Прямо на этой территории она будет расположена. В 2022 году будет финансировано. На сегодняшний день в Бердюрте расположены 170 домовладений. Проживают 829 человек. Реализация таких проектов в селении, как отмечают местные власти, оживит поселок и сделает привлекательным для заселения. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Новости 24.